Добрый день, уважаемые участники муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по французскому языку. Добрый день, коллеги. 9 ноября прошел второй этап Олимпиады. Уже не первый раз мы писали его в онлайн-формате и сделаем сегодня видеоразбор заданий для учащихся 9, 10 и 11 классов. Напоминаем о максимальном количестве баллов за выполнение четырех видов контроля. В этом году за безошибочное выполнение заданий по аудированию, чтению, участию в конкурсе письменной речи и ответов на вопросы лексико-грамматического теста можно было получить 101 балл. Выбирая аудиоматериал для задания по контролю понимания устной речи, мы решили продолжить тему, начатую на школьном этапе, и выбрали фрагмент аудиоподкаста Международного французского радио, посвященного великим женщинам Франции, чей прах или частица земли с могилы были внесены в пантеон великих людей Французской Республики. На этот раз речь шла о Жерментион. Вы видите, как распределились виды тестовых заданий. Сейчас вы можете поставить видео на паузу и еще раз более детально перечитать текст звучащего фрагмента. Такая возможность у вас есть и на сайте ввозолимпиада.ру, где опубликованы не только задания и ключи к ним, но и расшифровка аудиоматериала. В подкасте речь идет об этнологе и участнице движения сопротивления Жерментион, о ее семье, о ранних годах, о моментах детского страха, о трагической странице в ее судьбе, пребывании в концлагере, а также о том, каким человеком была Жерментион, рассказывают люди, знавшие ее. Формулировки вопросов были несложными, но скорость, с которой говорили двое из трех участников сюжета, вызвала определенные трудности при ответе на вопросы. В левой колонке задания, в правой подтверждающая или опровергающая информация, а также в начале строки вы можете увидеть процент неверных ответов. Если он составляет более 40, то мы остановимся на этих вопросах более подробно. Первое задание. Что представляет собой данный фрагмент? Подкаст RFI, голосовое сообщение или это закадровый голос какого-то видеофрагмента? В этом задании было 43 неверных ответа. В самом начале сюжета журналистка говорит о том, что мы слушаем с вами продолжение подкаста La Marche du Monde. Непосредственно слово «подкаст» не звучит, но если вы, как учащиеся старших классов, регулярно совершенствуете свои рецептивные навыки, то, безусловно, программы RFI вам знакомы, а также стиль и звучание фрагмента подсказывали вам правильный ответ. Со вторым вопросом справились и большинство учащихся услышали женский голос журналистки, саму Жерман Тион и историка Лорана Дузу. Тем более, что в 13 вопросе, который звучит следующим образом, мы узнаем, что одним из собеседников был историк. Третий вопрос не вызвал затруднений, а вот с четвертым заданием справились чуть более половины конкурсантов. День рождения ученого 30 мая мы заменили на конструкцию предпоследний день весны, И если бы конкурсанты услышали число 30, то, безусловно, догадались бы, что ни середина лета ни вариант о дебюте лета, начало осени не может быть 30 числа. Пятый вопрос затруднений не вызвал. А вот с шестым вопросом справились менее половины участников Олимпиады. Родители Жерман Тион не занимались редактированием энциклопедий. Это были путеводители. Правильный ответ. Следующие три вопроса были составлены по аудиофрагменту, где звучит голос самой Жерман Тион. Он звучит спокойно, размеренно, и мы узнаем о трех эпизодах из жизни, когда она испытывала такой страх, что волосы на ее голове встали дыбом. Седьмой вопрос. Большинство услышали, о каком чувстве идет речь. В восьмом вопросе практически все правильно отметили, при каких обстоятельствах она испытала это чувство. Что касается восьмого вопроса с выбором трех ответов, то хочу напомнить, что если вы пытались отметить более трех вариантов, четыре или даже пять, то ваш ответ оценивался в ноль баллов, даже если вы выбрали три правильных ответа, потому что за превышение количества ответа аннулировался. Утверждение под номером 10 «Жерман Тион explique qu'il n'a jamais ressenti la moindre crainte au moment qu'il fallait agir» дало почти половину ошибочных ответов. Видимо, конкурсанты не услышали информацию о том и не соотнесли. Глаголы «agir» и производное от него однокоренное существительное «action» в вопросе и глагол «agir» в утверждении. К сожалению, здесь было 44% ошибок. Одиннадцатое утверждение. Историк Лоран Дузу встречался с Жерман Тион только один раз. Здесь было очень много ошибок, хотя сам историк утверждает «je ne l'ai malheureusement rencontré qu'une seule fois». С двенадцатым утверждением справились чуть более половины учащихся. Д'après l'historien, Жерман Тион est toujours d'accord avec ses interlocuteurs. Можно предположить, что не все знают глагол «s'imposer» в значении «se faire accepter de force quelque part». С этим и связано такое большое количество неверных ответов. Последний 14 вопрос вызвал затруднения только у 5% участников Олимпиады. А утверждение под номером 13, казалось, не должно было вызвать затруднений, поскольку информация о том, что Жерман Тион прожила более 100 лет, в тексте не звучала. Но 42% конкурсантов сделали неправильный выбор. Для информации можно сказать, что Жерман Тион действительно прожила более 100 лет, почти 101 год. Но, повторюсь, в аудиофрагменте эта информация представлена не была. В целом, с заданием по контролю понимания устного текста учащиеся справились. Контроль понимания письменных текстов включал два задания. Текст об истории жевательной резинки, в котором задания с множественным и альтернативным выбором распределились так, как вы видите это на слайде. И задание с перекрестным выбором. «Un film et son synopsis» — краткое изложение сценария содержания фильма. Это были французские фильмы, вышедшие на экран в 2020-2021 годах. При разборе задания по контролю понимания письменной речи остановимся подробнее на тех вопросах, опять же, которые вызвали затруднения. В первом утверждении, «Le texte représente les recommandations pratiques pour les entrepreneurs», un extrait de l'encyclopédie или un article scientifique. Многие сделали ошибку. Почти половина учащихся дала неправильный ответ. Практические рекомендации для предпринимателей очевидно являются неверными. Тем не менее, были даны и такие ответы. А тот факт, что многие также выбрали вариант «научная статья, l'article scientifique», говорит о том, что наши учащиеся старших классов мало знакомы с научными статьями. Второй и третий вопрос и сложности не представляли. Что касается четвертого вопроса, то здесь многие обратили внимание только на информацию. «En 1868 Thomas Adams était un photographe», не принимая во внимание продолжение фразы о том, что он в прошлом был предпринимателем, «au passé d'entrepreneur», то есть начал свою профессиональную деятельность с занятий бизнесом. И фраза «en 1868 Thomas Adams était un photographe» не может быть интерпретирована, как «il a commencé son activité professionnelle en qualité de photographe». В утверждении номер пять половина участников муниципального этапа дали ответ «vrai» или «non mentionné», правильный ответ «faux». «Toma Adams, ayant plusieurs idées et projets en tête, arrivait le méné à bonne fin» неверно. И, подчеркнуто красным, правильный ответ, потому что он скорее был неудачником. В шестом вопросе также было много неверных ответов, и мы видим, что подтверждением этому является тот факт, что Thomas Adams случайно пришел к мысли о производстве жевательной резинки. И подтверждение тому фразы. Седьмым и восьмым вопросами участники справились легко. Девятый, десятый и одиннадцатый вопросы также не вызвали затруднений. Например, с девятым вопросом не справились всего 3% конкурсантов, а одиннадцатый вопрос дал наименьший процент неверных ответов. Всего один. Если тринадцатый и четырнадцатый утверждения не стали камнем преткновения для наших конкурсантов, то при выборе ответов для утверждений под номером 12 ошиблись 48% учащихся. Хотя слово «нефть», «нефтепродукт» должно было помочь выбрать правильный ответ «вре», а знания из области химии о том, что пластик – это разновидность полимера, также должны были помочь нашим ученикам. На этом слайде представлены задания с перекрестным выбором ответов. Слева название фильма, справа краткое изложение содержания. С этим заданием не справились только 5% учащихся. Частично верных ответов тоже было немного. Лексико-грамматический тест состоял из четырех заданий, которые были объединены одним сюжетом попарно. Первое со вторым и третье с четвертым. Все задания были на заполнение лакун в тексте. Лексико-грамматическое тестирование традиционно является самым сложным заданием для конкурсантов, и есть учащиеся, которые к нему даже не приступают. В таблице видно, что наибольшее количество неверных ответов было дано при выполнении третьего задания, где необходимо было самостоятельно вписать правильные глагольные формы в текст. Но и оценивалось оно двойным баллом за каждый верный ответ. В первом задании необходимо было написать подходящие по смыслу и согласованные местоимения в начале. Как всегда, читаем текст полностью. Начинаем с указательного местоимения мужского рода во множественном числе «с», выступающего в роли подлежащего. Далее, относительно местоимения женского рода единственного числа «лякель», заменяющее слово «лятабль». В следующем задании «эль» — это личное местоимение «ля» в роли прямого дополнения, опять же заменяющее слово «лятаблю» перед переходным глаголом «ляше». Затем в четвертом задании довольно распространенной ошибкой было употребление «с» вместо «lure» в русском варианте. Это притяжательное местоимение «их». В пятом задании при выборе местоимения вспоминаем управление глагола «деколе quelque chose de quelqu'un», ставим «pronot personnel complement d'objet» — личное безударное местоимение «an». В предпоследнем предложении вписываем «pronot réfléchis» — возвратное местоимение «se», потому что речь идет о глаголе «se balancer» и третье лицо множественного числа. Продолжение текста требовало подстановки артиклей. В седьмом задании неопределенный артикль мужского рода единственного числа «a» для обозначения неопределенного количества. В восьмом и десятом задании употребляем определенный артикль множественного числа «le». Обычно мы это делаем перед существительным, обозначающим видовое понятие, как, например, во фразе «les grands et les petits jouent ensemble», «les sanguiniques et les choleriques manquent souvent de patience». Девятое и десятое задания употребление определенного артикля «le» для обозначения предмета, упоминаемого впервые, но определяемого непосредственно ситуацией или контекстом. В двенадцатом задании это неопределенный артикль женского рода единственного числа «une», который мы ставим обычно перед существительным, который употребляется с прилагательным или другим определением, причастием, предаточным предложением. В тринадцатом задании артикль «le» во множественном числе для обозначения неопределенного множества предметов или частей предметов. И в четырнадцатом задании «le» определенный артикль мужского рода единственного числа для образования превосходной формы прилагательного перед количественным наречием. Третье задание, где было дано около 40% неверных ответов. Посмотрите, какие глаголы вам предлагают использовать. Вспомните их управление. Прочитайте текст целиком. Обратите внимание на то, что это отрывок из литературного произведения, и он написан в passé-саплю. Вступительная фраза перед заданием была выделена курсивом именно для того, чтобы привлечь ваше внимание к глагольным формам и напомнить вам о согласовании времен. Первая форма вспомогательного глагола «avoir» дала наибольшее количество ошибок. Многие ставили глагол в третье лицо единственного числа. Это очень распространенная ошибка, при спряжении глагола в выделительных оборотах, когда вместо «se moi qui suis partie» говорят «se moi qui partie», соответственно, здесь был выбран неправильный, написан неправильный ответ. Следующая форма – это глагол «être», «futur dans le passé», третье лицо, единственное число при согласовании времен в сложном предложении. Задание 17. В словах автора глагол «avoir» должен был стоять в passé-саплю, поскольку дальше есть подсказка во второй части предложения. Глагол «рой проналдер» тоже стоит в passé-саплю. В 18 задании мы используем настоящее время для обозначения действия или состояния, не связанного с каким-либо моментом речи, для описания постоянного процесса или свойства, независимо от какого-либо периода. Львы растут быстро. «Sapus fit malium». В 19 задании многие забывали изменить возвратное местоимение на форму первого лица из единственного числа «m'occuper». В последнем задании глагол «vouloir» стоит в импорфе. Мы делали согласование времен. 21 задание. Предлог «avec» с абстрактным существительным без артикля. «Avec violence» по аналогии с «avec courage», «avec patience». 22 задание «d'un seul battement» по аналогии с знакомым вам выражением «d'un coup». В задании вам напомнили о необходимости постановки апострофа, и это единственный вариант, где слово «идущее за предлогом» начиналось с гласной. Таким образом, если у вас были сомнения по поводу предлогов, то можно было догадаться, что здесь необходимо поставить предлог «de». 23 задание. Устойчивое выражение «a moitié» в значении «полу» или «на половину». 24 предлог «an» в устойчивом выражении «reduir en pulpe» или нам более знакомо «reduir en poussière». 25 задание. Предлог «de» после безличных конструкций типа «ile» плюс прилагательное плюс «de». 27 задание. Предлог «de» в его наиболее употребительном значении родительного падежа. И отдельно остановимся на задании 26. У глагола «saisir» есть два управления. «saisir» – «par» и «saisir de». Нам необходимо поставить предлог «par», так как существительное дальше стоит с артиклем. В случае с предлогом «de» артикль опускается. И был бы вариант «saisir de fievre», поскольку существительное с артиклем наш вариант – это предлог «par». Конкурс письменной речи предлагал нашим конкурсантам стать участником образовательного проекта «Московский экскурсовод» и написать письмо своему французскому другу, предложив собственный проект экскурсии по Москве. Соблюдая все требования, инструкции, учащиеся могли рассчитывать на получение высоких баллов за решение коммуникативной задачи. Обратите внимание, какую информацию учащийся должен был изложить в своем письме, ведь именно на этом и построены критерии оценивания коммуникативной компетенции. Первый критерий оценивал соблюдение следующих требований – тип письма личное, количество слов и наличие названия экскурсии – от двух до пяти слов. В этом году количество слов минимальный и максимальный порог были четко выделены словом «стрикт» – 180-220. Тем не менее, руководством предметной комиссии было принято решение о проверке всех работ конкурсантов, даже если они содержали меньше слов или, наоборот, превышали верхнюю планку. Учащиеся наказывали баллом по этому критерию. Далее, по критерию К2 каждый пункт инструкции для учащихся проверялся и оценивался. И традиционно в критерии К3 мы оценивали логичность, связность и вариативность, а также уместность использования слов-коннекторов. Обратите внимание, что в отличие от строгих правил регионального и заключительного этапов, на муниципальном туре не ограничивается использование языкового материала из задания для написания письма. Но делать это надо очень деликатно, конечно, это не должно быть стопроцентным копированием фраз в задании, иначе есть риск не получить высоких баллов. И такие примеры писем были, когда бросалась в глаза значительная разница в языковом уровне фраз, где использовались лексические единицы из задания, и фраз, написанных самостоятельно. Критерии языковой компетенции позволяли оценить грамматические, лексические, орфографические навыки, а также уровень владения письменной фразой, то есть умение составлять сложно подчиненные, сложно сочиненные предложения с использованием различных наклонений глагола. Предлагаем одно из писем наших конкурсантов. Поставьте видео на паузу и прочитайте его. Разберем, почему это письмо было оценено на 18 баллов. Начнем с критериев выполнения требований, сформулированных в задании. За решение коммуникативной задачи учащихся получил 12 баллов, так как нет указания на ценность предлагаемых для посещения объектов. Не указывается их ценность историческая, археологическая, культурная и так далее. В разделе языковая компетенция учащийся получил 6 баллов. Разберем, почему. По критерию К4, морфосинтаксис, где максимальный балл 3, конкурсант получил 1 балл. При наличии 6-8 грамматических ошибок ставится 1 балл. По критерию К5, владение письменной фразой, его работа была оценена в 2 балла. Он умеет употреблять распространенные, простые и сложные предложения. По критерию К6, лексика, где максимальный балл 4, его работа была оценена в 2 балла при наличии 4-5 лексических ошибок. И по критерию К7, орфография, где максимальный балл 2, конкурсант получил 1 балл. 1 балл мы ставили при наличии 4-6 ошибок. В принципе, письмо не кажется скучным, но в нем есть оригинальная идея и читалось оно с интересом. В заключении хочу пожелать всем высоких баллов и возможности поучаствовать в следующем этапе Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, который пройдет в январе.